Владимир Хлебников Вместе с женой и дочерью решили найти наследников. Обзванивали знакомых, искали через интернет. Почти год ушел на расследование, в ходе которого выяснилось, что ордена принадлежали герою Великой Отечественной войны Павлу Захаренкову. Он был командиром подводной лодки, славно воевал на Балтике, в Заполярье, участвовал в японской операции. Новоявленные поисковики вышли на родственников Захаренкова, созвонились с правнуком героя. Им оказался артист областной филармонии, которому из рук в руки передали бесценные реликвии. Случилось так, что бабушка скончалась в связи с трагедией пожара. А это естественно, ну что женщины, они любят таянички всегда. Видимо, она где-то это спрятала так глубоко, что это все выгреблось вместе с мусором, с горью. И спустя больше года мне звонят и говорят, значит, вы внук Галины Павловны? Я говорю, да, что такое? Вы знали вообще, что ваш прадед орденоносец и прочее, прочее? Я испугался, как же я мог память оскорбить? Говорит, вот-то ваши ордена, вот они нашлись. Спасибо им огромное, что вот такие порядочные люди позвонили и безвозмездно все вернули. Вот такая простая история. Вроде бы счастливое стечение обстоятельств, но на самом деле все закончилось правильно, как и должно быть. И причем накануне Дня защитника Отечества. Ну, конечно, довольны. Я ордена и сордена, они должны быть. В семье, конечно. Все это неспроста, значит, такие вещи неизгибаемы, несломляемы, и память о них будет вечной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова